В деревне Красные Горы Лужского района найдены дневники военных лет. На их страницах местный житель Василий Савельев рассказывает о жизни в оккупации. Ровные строчки мелким почерком написаны карандашом. Это была необходимая мера. Если такая тетрадь попадала в руки немца, для владельца это означало смертный приговор. В годы войны из 72 районов Ленинградской области 51 был оккупирован полностью. Поэтому сегодня свидетельства тех лет имеют большую историческую ценность. Лужский район, если мы говорим на начало войны, он позволил Ленинграду подготовиться к обороне. Партизанские отряды, они здесь зародились. Когда немцы подошли к деревне Красные Горы, они не решались сразу войти в нее. Почти неделю фашисты обстреливали леса вокруг, прежде чем захватить деревню. До сих пор здесь сохранились постройки, которые помнят дни оккупации. Например, в храме в честь иконы Божьей Матери можно увидеть след от осколка немецкого снаряда. В июле 41 года началась оборона Лужского рубежа. Более 40 дней и ночей красноармейцы отстаивали эти территории. Но район все равно был оккупирован. Именно здесь, в здании Красногорской школы, расположилась немецкая комендатура. А директор школы Михаил Тернов стал партизаном. А этот дом в годы войны так и назывался – «желтый». Местные жители боялись его как огня. В нем располагалась фельд-жандармерия. Отсюда немцы координировали поиск и уничтожение партизанских отрядов. Сейчас в «желтом доме» живет краевед Вячеслав Савельев. Когда немцы вошли в деревню, Вячеславу Васильевичу было всего 4 года. Поэтому жизнь в оккупации он помнит плохо. Чтобы восстановить исторические события, краевед тщательно изучает дневники своего отца. Мы какую-то информацию имеем. Ее постараемся передать молодому поколению. Это в частности мы связаны с Толмачевской школой. В планах создать в школе музей, посвященный оккупации и действовавшим в Ленинградской области партизанам.